Продолжение следует... 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 на суде Баранца Александра Миколаевича, на суде Студенця Володимира Ивановича и на суде Воронського Ганну Александровну, коллегия судья. Только сгодом в справе++�� bread19956.16.19.3.2018 годов отбуждался повторный автоматизированный распорт по справкам, вσ 맞는 судью Воронського было выбрано upcoming судья Игоря Васильевича. Враховываючи, я писал это на 21-м, я не знал, что судья-баранец ушел в отпуск. Враховываючи автоматизованный распродел справ и их 100% вопотребление до одних и тих же судей у разных справах, 5 справ, где я являюсь позивачем, независимость функционирования системы правосудия шляхом автоматичного распродел справ ставится под великим суммам. Для подтверждения фактов втручания автоматизованной системы распродел справ я был вимушен обратиться к Генеральной прокуратуры Украины с проханием провести переверку еще до наявностей фактов втручания посадовыми особами Касаційного господарского суду в складе Верховного суду в автоматизованной системе распродел справ между судьями по вышеуказанным справам. Криминальная вентайдальность, за яку предплачена статья 376 Кабло-Кодекс Украины, незаконное втручание в работу автоматизованной системы документов облику суду. Таким чином, есть все обрунтованные подставки для отвода коллеги судей в справе 904-3679-17. Баранец Александр Миколаевич и Гройска Ганна Александровна на представе пункта 4, часть 1, статьи 35 КПК Украины порушили порядку. Вызначение судей для разведки справ. Другое, я не буду зачитывать, я считаю, что предыдущая справа рассматривалась нарушением моих прав, процессуальных и конституционных. Мне не дали слова, но ограничили во времени, с другой стороны больше давали. И пункт 3, коллеги судей в складе Баранця Александра Миколаевича, студентца Володимира Ивановича и Гройска Ганна Александровича. З відрізком часу в один календарный месяц было сделано два различных висновки щодо застосования одной и той же нормы справ, а саме застосование закону Украины про акционерное товариство. По отношению к акционерному товариству, которые не привели свой статут в соответствии с законом Украины, про акционерное товариство. А самая, первая, постановка Верховного Суду від 30.01.2018 року. У справе 904, дробь 98, 39, дробь 16. При кінцевыми положениями закону Украины про акционерное товариство было вызначено, что нормы статей 1.49.49 закону Украины про акционерное товариство втрачают чинность через два роки для набраня чинностей указанных законов. Таким чином, до акционерных товариств, створених до набраня чинностей законом Украины про акционерное товариство, застосовывается положение статей 1.49 закону Украины про господарские товариства. До втраты ними чинностей, або до приведения статутов таких акционерных товариств в соответствии с нормами закона Украины про акционерное товарство. Как было установлено МГС, в результате на 28.01.2010 року товариство холдинг компании «Термет» не привело свои внутренние положения в соответствии с вимогом закону Украины про акционерное товарство, а акции, имитированные этим товарством, существовали документарные формы. Вимоги закону Украины про акционерное товарство стаются обязательными для создания до набраня им силы акционерных товарств в момент проведения их статутов учитывается данным законом, но не позже, не с 1.05.2011, в состоянии на момент укладывания оскорбленного договора ипотеки на 28.12.2010 року ватхолдинг компании «Термет» мала керуватись своей деятельностью статтей 1.49 закону Украины про господарские товариства и установочими документами статута, а не положением закону Украины про акционерные товарства. Отже, до спирных правоотносин, зокрема до тех, что выникли между сторонами на час укладывания оскорбленного договора ипотеки от 28.12.2010 року слід застосовувати саме положение закону Украины про господарские товариства на підставе пункта 5 приконцевых положений закону Украины про акционерные товариства. И другая постанова через месяц. Верховного суду от 27.02.2018 року у справе 906 дробь 594 дробь 16. Закон Украины про акционерные товариства принятый 17.09.2008 року, набрав чинности 29.04.2009 року, пунктом 2 разделу 17 приконцевых торговых положений закону Украины про акционерные товариства в редакции, в которой он был принятый, было предположено, что через 2 года с дня набрана чинности этим законом втрачает чинность статт. 1-49 закону Украины про господарские товариства в частине, что касается акционерных товариств. Згідно с пунктом 4 разделу 17 приконцевых положений закону Украины про акционерные товариства до проведения в соответствии с этим законом, законы Украины и другие нормативно-правые акты действуют в частине, что не суперечит этому закону. В соответствии с пунктом 5 разделу 17 приконцевых и перехватных положений закону Украины про акционерные товариства, статуты и другие внутренние положения акционерные товариства, созданные для набрана чинности этим законом, подбирают проведению ответственности с нормами этого закона ни позже, ни через 2 года с дня набрана чинности этим законом. Виходящее, что измистою наведенных норм, коллеги судов считают, что с момента принятия закону Украины про акционерные товариства и его нормы стали специальными, подчеркиваю, специальными в регулировании по отношению к створению деятельности предпринения выдела акционерных товариств. Визначение их правового статусу, права и обязательства акционеров и подбирают использованию с момента набрана им чинности. Довод измистоя о том, что им не было проведено действие за житомирске ласточки по соответствии с законом Украины, про акционерные товариства коллеги судов отхиляют, оскільки не означает, что нормы сгаданого закона не подширивались на соответствующих товариствах. В соответствии до статт. 8 Конституции Украины в Украине визначается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей. В случае неизгоденности между нормами, выданными одним и тем самым нормотворческими органами, застосовываются акты, выданные позже, даже если приняты ранее акт, не потеряв свою чинность. Такая неизгоденность может возникнуть в последствии того, что приняты новые нормы не всегда сопровождается с касированием застарелых норм из одного и того же вопроса. Перерозбежность между общими и специальными нормами активно-правыми актами перевага надается специально. То есть, что указано подтверждено, что суды принимают противостояние по одному судовое решение с вопросом использования одних и тих норм права. Я сейчас читал перед этим выдержкой из решений 30.01.2018.207.02. Это из решений, или постанов, выбранных. Перерозбежность между общими и специальными нормативными правовыми актами перевага надается специально. То есть, что указано подтверждение, что суды принимают противостояние одному судовое решение с вопросом использования одной и той же нормы права, что вообще невозможно за чинным законодательством в Украине. При этом неизвестно, чему в справах, где я принимаю участь, суды приходят до висновки, что вимоги закону Украины про акционерных товариев стают обязательными для создания для набранных сил акционерных товариев с момента проведения их статутов в соответствии с данным законом, но не позже, чем с 01.05.2019. Однако в справах, где я не принимаю участие, суды, но и висновки, что с момента принятия закону Украины про акционерных товариев и его нормы стали специальными в регулировании правовоохранения правовоохранения с созданием деятельности припинения от выдела акционерных товариев, визначенном их правовоохранения, суд прав и обязательств акционеров и подлагали с использованием с момента набранных сил. Таким чином, есть все оборудованные основы для отвода коллеги судов в справе 904-3679-17 Баранец Александр Николаевич Тавровинска Ганна Александров на представе пункт 5, численно 1, статью 35 КПК Украины. Есть другие обстоятельства, которые вызывают суд в непережность или объективность судов. Ну и в конце да, видповедно до статьи 8 Конституции Украины, в Украине изначается и принцип верховенства права, Конституция Украины имеет наивысшую юридичную силу, законы и иншие нормативно-правы акты принимаются на основе Конституции Украины и по вынужденной даты и нормы Конституции Украины есть нормой прямой идеи. Ну, я не буду приводить, здесь приводит, дальше я привожу практику Европейского Суду по правам человека не буду зачитывать, чтобы не забирать время, здесь она есть. Я хочу сказать, что невозможно принимать решения, когда одни и те же нормы закона для одних одних, для других другие, с разницей всего в один месяц и тем же самым судом и той же самой коллеги. я считаю, я считаю, что в справе, в которой я был позыватчик, были нарушены мои права, а там, где было вынесено решение по Житомирскому Васяща 27.02.2018 было решение с праведливым законным, главное законным. Ну, в конце прошу заяву проведу коллеги судей в справе 24.36.79.17 баранец Олександр Миколаевич Таргонська Ганн Олександрова та за дронутию. За результатами розгляду заяву проведу коллеги судей принести соответствую ухвалу. Пожалуйста. Вам дайкан. Слава Конститурина, все-таки прошу вас уточнить, оскільки вы заявили позитив в должной форме и лише зараз не даете, кому персонально заявляться в должной форме коллеги судей в склад благослови дата, кому да, я дешевле цифры судей вы читали в должной форме будь ласка кому в беде Баранец и Горинска коллеги судей будет дозрачить надо и принять в должной форме брат о продав беден дозап и беден дозап и Theory Продолжение следует... 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 Продолжение следует...